МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа время новостей, как обычно в этом выпуске, только самые интересные и важные темы к данному часу. Пропуск транспортных средств через пункт Чангар на границе с Крымом был ограничен украинской стороной по техническим причинам. Сейчас движение пешеходов и автомобилей через него восстановлено в полном объеме. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом ТАСС заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины пресс-секретарь Олег Слободян. По его словам, сейчас пропуск и пешеходов, и транспорта через Чангар происходит в обычном режиме. Что же касается двух других пунктов пропуска на границе Украины и Крыма, то, как отметил Слободян, там никаких работ не проводилось, поэтому они работали и работают в штатном режиме. Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что Украина прекратила пропуск автотранспорта в сторону Крыма через пограничный пункт Чангара. Возможность задать вопрос и попросить помощи лично у главы Крыма могли жители села Новофедоровка Сакского района. Там Сергей Аксенов провел прием граждан. Внимание руководители республики уделил даже тем проблемам, которые могут решиться на местном уровне. И пообещал, каждая ситуация теперь будет на его личном контроле. Подробнее Елена Бережная. Чтобы лично встретиться с Сергеем Аксеновым, жители Сакского района собираются с самого утра. Проблему людей накопилось немало, а шанс напрямую обратиться к главе Крыма, не выезжая в столицу, появился впервые. Помочь решить проблему очередности в детский сад Новофедоровке просят от имени всех селян Яна Светличная. Строительство нового дошкольного учреждения предусмотрено федеральной целевой программой. Но ситуация не терпит отлагательств. Наш детский сад очень маленький. Он хороший, прекрасный. Сколько мест там? Сколько деток? 120. 120, да? А потребность? 320. Давайте проработайте, мне в понедельник вечером доложите, какая обстановка. Возможно ли по временной системе какой-то решить, пока до строительства детского сада, там и детей с Новофедоровки, определить дошкольное учреждение сад? Вопросы задают самые разные. Люди жалуются на санитарное состояние пляжей. Просят взять на контроль патриотическое воспитание молодёжи в посёлке и оказать содействие в ремонте небольшого участка дороги, который соединяет Новофёдоровку и Саки. Найдём вариант, значит, вы непосредственно по ЖКХ, в том числе, полностью такую обзорную справку на моими направки. Договорились. Жданов вам персонально на связь выйдет и с вами проработает. Сразу несколько просьб у местного жителя Николая Прилепы. Одна из них – помочь в восстановлении водопроводных и канализационных труб в посёлке. Мужчина жалуется, в прошлом году произошло около 30 аварий. Ещё две случились уже в этом. Все сети учтём. И собственников, которые должны эффективно это эксплуатировать, закрепим. За каждым участком даже не сомневайтесь, это всё решим. Вот так напрямую с главой республики Николай Иванович встретился впервые. Впечатления самые положительные. Теперь уверен мужчина, все озвученные им проблемы обязательно будут решены. Чувствуется человек военный, который отвечает не конкретно от а до я. Раз, раз, раз. А не так, что может быть, а может быть. Конкретно. Это человек настоящий военный, настоящий руководитель. Напоследок жители Новофёдоровки поблагодарили Сергея Аксёнова и передали благодарность Владимиру Путину за мир на крымской земле, за свет в домах и за то, что здесь, на полуострове, не забывают своих соседей на Украине. В городе Генический живёт моя мама. Да. Да. Заказ, который благодаря маме и предназначению Путину она очень благодарна вам. Спасибо. Слава Богу. Спасибо большое. Елена Бережная, Александр Чукалов. Время новостей. Сакский район. В посёлке Аграрное под угрозой закрытия оказался единственный медпункт с врачом-педиатром. Родители бьют тревогу. Их не устраивает тот факт, что теперь придётся возить малышей, нуждающихся во врачебной помощи в центр города. В причинах и последствиях сложившейся ситуации разбиралась Екатерина Наумова. В посёлке Аграрное Инна живёт с 2011 года. Сейчас у неё трое детей. Младшим близнецам всего четыре с половиной месяца. От семейных поездок в город молодая мама давно отказалась. Мы в машину еле помещаемся, а на маршрутках-то тем более. На троллейбусе я тоже думаю, что сложно будет. В районе Студгородка уже не один десяток лет работал медпункт с врачом-педиатром. Но сейчас двери в кабинет закрыты, поэтому теперь единственный вариант – ездить в городскую больницу. В этом посёлке проживают десятки мам с маленькими детьми и вероятность закрытия единственного медпункта их естественно возмутила. Поэтому правду они решили искать на общем собрании. Причина закрытия врачебного кабинета юридическая. По словам депутатов Симферопольского горсовета, когда создавали Крымский федеральный университет, все помещения бывшего сельхозинститута передали в ведение КФУ. И в акте приёма передачи просто не было прописано, что это помещение – медкабинет. Поэтому его теперь не существует не только по факту, но и по бумагам. Кабинет, со слов главврача, не соответствует тем нормам, требованиям, которые должны соответствовать ГОСТу. То есть это вопрос действительно юридической плоскости, который требует доработки, проработки и детальнейшего анализа. Теперь при необходимости врачебной помощи родителям придётся преодолевать приличное расстояние. Местного педиатра перевели в детскую больницу на улице Симашка. Обещают, что там можно будет пройти все необходимые процедуры. В поликлинике принимают все узкие специалисты с 8 до 19. В две смены работает кабинет здорового ребёнка, диспансерный кабинет, клиническая лаборатория, рентген-кабинет, вся функциональная диагностика. Правда, люди уверены, это всё хорошо на бумаге. На деле же добираться на другой конец города не только накладно, но и в случае экстренной необходимости чревата последствиями. У нас очень большой район, много деток, по двое, по трое. Очень хотелось бы, чтобы нам оставили наш митинг. У нас хороший доктор, хорошая медсестра. Ездить в город – это очень тяжело. Мы к врачу раз ездили на маршрутках, то есть кашляет, это давка, я привезу из здорового, я уже больного привезу. А это, то есть, каждый раз ездить – это просто нереально. У нас аптеки нет, надо ехать в молодёжную, надо ехать в город, если ещё и врача закроют, то это будет вообще. За то, чтобы медкабинет вернули в посёлок, местные жители готовы бороться. Сейчас готовят коллективное обращение на имя главы республики. Промежуточное решение пока в пользу людей. Медпункт решили оставить на месяц. Этого времени должно хватить для окончательного урегулирования вопроса. Екатерина Наумова, Александр Тягнеридно. Время новостей. Аграрное. Первый Крымский совместно с Российским фондом помощи продолжает социальную акцию «Мы помогаем тяжело больным детям». Присоединиться к доброму делу может каждый. Коротко СМС со словом «Дети» латиницы или кириллицы на номер 5542 спасёт чью-то жизнь. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Наша помощь нужна Кате Бондаренко из Щёлкина. У девочки с сахарный диабет первого типа. Необходимо срочен установка инсулиновой помпы. Подробности далее. Всё началось, когда Кате было два с половиной года. Летом ей вдруг резко стало плохо. В то, что это сахарный диабет, никто не мог поверить. Диабета у нас в роду ни у кого нету, поэтому я о нем вообще ничего не знала. Плохо, плохо. Открылась рвота. Вызвали врача. Управили нас в лабораторию. Сахар у нас был 21. При норме. При норме 5,5. И ацетона у нас было 4 плюса. Всего её отправили в реанимацию. Там мы провели двое суток. Семья Бондаренко полностью зависит от графика уже 5 лет. Сахарный диабет меняет жизнь. Остаётся только выдержать это испытание. С такими сахарами у вас диабет. Естественно, как любой человек, я до сих пор не могу с этим смириться. Хотя уже прошло 5 лет, была обида какая-то на весь мир, почему именно моя дочь. Диагноз подтвердился. Как бы им не хотелось в это верить, пришлось научиться жить с сахарным диабетом, который сегодня они называют образом жизни. Каждый день расписан буквально по минутам. С утра мы колем перед школой. Она кушает, идёт в школу. Потом уроки заканчиваются, она бегом домой. Опять колет, кушает, там кружок, если есть силы. Потом вечером и перед сном ещё один. Ну и в промежутке, если бывают высокие скачки, конечно, я подкалываю. Пока учёные не придумали лекарства. И я не знаю, они придумают или нет. Но хотелось бы. В 7 лет Катя понимает, что её диагноз – это от 4 до 5 уколов в день. Жизнь в режиме болезни и полный запрет сладкого. Чтобы съесть хоть одну конфету, нужен очень низкий сахар. Снизить его – значит, постоянно заниматься спортом. Сразу предупредили. Спорт для диабетика – это очень хорошо. Чем больше ты занимаешься спортом, тем меньше тебе нужно колоть инсулина. Ещё она прекрасно рисует, ходит в театральный кружок, любит сцену. Но актрисой стать не хочет. У неё другая мечта. Я хочу работать в кафе. Я хочу там быть самой главной. И кафе называется «Будет клубничка». И можно будет не сбивать сахар, чтобы съесть конфету. Когда Катя вырастет, болезни не будет. И она в это верит. Уколов и врачей девочка не боится. Но иногда она начинает задавать маме вопросы. Мама, в школе у нас есть ещё детки с диабетом? А я говорю, нет, доченька, у нас в школе ты одна. У нас в городе ты одна. И во всём Ленинском районе ты у нас такая одна. Болезнь развивается нестабильно. Сахара постоянно скачут. Стабилизировать их и предотвратить развитие осложнений сможет только установка инсулиновой помпы. Я уже устала от них, от всех уколов, каждый день колоться. Иногда мне больно, иногда нет. Мама ей гордится. Её дочка из тех, кто умеет ставить цель, двигаться к ней, не бояться трудностей и побеждать. Но сейчас Кате Бондаренко очень нужна наша помощь. Что больше всего для неё хотите? Здоровья. Я поменялась бы с ней с удовольствием. Я больше всего хочу выздороветь от диабета. Цена инсулиновой помпы и расходных материалов к ней 199 676 рублей. Федеральное бюро Росфонда соберёт 100 тысяч. Неравнодушные люди уже собрали 11 тысяч рублей. Не хватает 88 тысяч. Помочь просто. Нужно отправить смс на короткий номер 5542 со словом «дети», «латиницы» или «кириллицы». Стоимость одного сообщения 75 рублей. После отправки вам придёт смс с просьбой подтвердить перевод. Это требование закона о связи. Пожалуйста, сделайте это. Не оставайтесь равнодушными. В Крыму возрождают святочные традиции. С 7 по 19 января в стране отмечают один из самых старинных русских праздников – святки. 12 дней от земли до воды. Включают народные гуляния, калятки, представления и гадания. С историей праздника познакомили самых юных крымчан. Да, ага, длинная, короткая, хорошие перемены у тебя. Издавна переход от старого года к новому знаменовался святками – любимым и весёлым народным праздником. Его отмечают от Рождества до Крещения. Люди устраивают вертепы и калидуют. Причём значительная часть колядок имеет библейскую тематику – рассказывает о рождении Иисуса Христа. Знакомство со святками организовали в Симферопольском дворце детского и юношеского творчества. Для самых маленьких – игры и конкурсы. Для ребят постарше – викторины и гадания. В нашем образовательном процессе для деток, помимо обучения учебного процесса, мы ещё и активно работаем над воспитательной работой для деток. То есть еженедельно у нас проходят интересные интерактивные программы патриотической направленности или какие-то тематические. Сегодня у нас мероприятие в преддверии замечательного праздника Крещения. И мы хотели бы ребятам показать, какие были бы традиции. Несмотря на то, что святки – праздник христианский, к нему примешалось немало языческих обрядов. В эти дни традиционно устраивают гадания на будущее. Мы будем им рассказывать, как в старину девушки на Руси гадали. А сами вы гадаете? Когда-то давно, конечно, я гадала, сейчас уже нет. Когда была вот ребёнком в таком возрасте, конечно, это очень интересно. Хочется попробовать, заглянуть, узнать, а что же будет. Избывались эти гадания? Ну, конечно. Но с самым большим интересом ребята загадывали желания. В новом году мечтают не только об игрушках. Какое желание это загадало? Чтобы у меня в семье никто не болел. Я загадала желание, чтобы собачку себе экторатировала. Я загадала желание, чтобы моя семья и зверьки были здоровы. Следующая пятница во Дворце пионеров будет посвящена Дню Крыма. Ольга Савенко, Екатерина Серёгина, Иван Ковалёв. Время новостей. К данному часу, но мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова